Суть One Time Secret можно передать фразой после прочтения сжечь. Отличный, кстати, фильм братьев Коинов. Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Если вам нужно передать какую-то секретную информацию и при этом некогда разбираться с PGP или GPG4Win, ссылка на скринкасты в описании, то можно воспользоваться One Time Secret. Секретным чатам в Телеграм я бы в этом не доверял вовсе, хотя доказанных фактов нет. Сигнал, наверное, доверял бы, но понимаю тех, кто не доверяет. Почему, правда, мы должны доверять One Time Secret непонятно, но формально все условия безопасности в нем соблюдены. Главное достоинство One Time Secret в том, что создаваемая ссылка на секрет действительно только до прочтения получателем. После прочтения тайна, давайте называть ее так, секрет мне не очень нравится, как-то это по-детски. Так вот, тайна удаляется. Как это работает? Пишем тайное сообщение. Далее забиваем фразу пропуск. Можно этого и не делать, но это является дополнительной защитой нашей информации. Выставляем, сколько будет храниться ссылка, сроки от 5 минут до 7 дней. Нажимаем создать ссылку и вот она у нас появляется. Теперь мы можем ей поделиться. Ниже сама тайна, которую мы зашифровали фразой. Копируем ссылку, вставляем в браузер, требуется фраза-пароль, пишем, нажимаем взглянуть на тайну и вуаля, тайна раскрыта. Кстати, размер тайны может быть до 1 миллиона символов. Ну то есть вполне себе война и мир. Хотя не знаю, сколько там символов, наверное, больше. Вернемся обратно к нашей ссылке и попробуем ее сжечь. А сжечь мы ее не можем. Почему? Потому что то, что уже сожжено, сгореть не может. Напомню, тайна сгорает сразу после прочтения. Функция сжечь эту тайну работает только в том случае, если получатель ее еще не открыл и не прочитал. Это может быть следующий фильм коинов «Сжечь до прочтения». Ну то есть давайте резюмируем. Ссылка удаляется, если кто-то по ней перешел, неважно кто, истек таймер самоудаления, либо вы нажали кнопку «Сжечь эту тайну». Ну и собственно мы переходим к главному, что может подорвать доверие к сервису. Вся вот эта схема работает только при условии, что вы передаете ссылку на тайну по зашифрованному каналу. Ну то есть если вы все тут сгенерировали и передали и ссылку, и пароль через телеграм, то смысла, конечно, в этих тайнах нет. Злоумышленник перехватил сообщение, перешел по ссылке, и все ваши тайны на столе у товарища полковника. А передавать ссылку в зашифрованном виде, это значит прибегнуть к стороннему проверенному средству шифрования. А почему бы тогда и само сообщение сразу в нем не зашифровать? Поэтому тут есть такая функция «Сгенерировать пароль». Мне кажется это то, что разработчики заложили в качестве защиты от перехвата ссылки. Ну или я бы делал так, и это ноу-хау, а значит в любом случае этим можно пользоваться. Итак, вы генерируете пароль и отправляете его человеку, который собирается прислать вам сообщение. При этом копируете пароль и сохраняете у себя. Пока, возможно, алгоритм не ясен, просто запоминайте последовательность. Рецепиент отправляет вам сообщение и шифрует его именно этим паролем. Ну тут это называется фраза-пропуск, неважно. Получая сообщение, вы его расшифровываете, это естественно, пароль вы сохранили заранее. В чем смысл? Если на первом этапе ваш пароль перехватят, злоумышленник перейдет по ссылке, пароль сгорит. Рецепиент его не получит и не сможет с его помощью зашифровать сообщение. Ну то есть схема работает правильно, только если сообщение отправляет именно тот, с кем вы переписываетесь. И в таком случае вы уверены, что правильный пароль знаете тоже только вы двое. История с после прочтения сжечь является гарантией этого. Ну и последнее, о чем нужно сказать два слова, тут есть возможность залогиниться, то есть создать аккаунт. Я его создам, но не думаю, что это прямо обязательно. Я бы не рассматривал этот сервис как постоянный, а скорее именно как временная мера для обмена быстрыми сообщениями. Но регистрация дает возможность хранить ссылку до 14 дней, отправлять секретный линк по почте и также предоставляет вам доступ к API OneTimeSecret. А API это уже хорошо. Что такое API смотрите в одном из наших предыдущих скринкастов, ссылка в описании. Ну и в принципе, насколько я понял, OneTimeSecret можно поднять на собственном сервере, а это всегда дополнительная гарантия безопасности. Но тема, конечно, не для скринкаста и есть у меня надежда, что мы к этой теме и вообще к теме кода рано или поздно приступим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.